Народные избранники в сопровождении журналистов и заместителя начальника управления благоустройства Сергея Быкова отправились в рейд на автобусе. И первая остановка – единственный не отремонтированный участок улицы Пятилетки от Сума до Авангарда. Сергей Быков делится с депутатами своими планами. Планируется капитальный ремонт улицы Пятилетки. Предполагается расширение улицы до четырех полос, замена контактной сети троллейбуса, замена бортового камня, планируется к установке гранитный бортовой камень. Все красиво на бумаге, но депутата Андрея Криктунова настораживают сроки начала ремонта. Начало планируется 10 июня заключение контракта. Контракт не заключили, что ли? Контракт готовится к заключению. А с кем будете заключать? А у нас не получится, что 10-го мы сорвем опять. Будем стараться, чтобы не сорвалось. Но заключать это по итогам конкурса. А конкурс уже прошел? Нет, не прошел. А еще конкурса даже нет? Нет, конкурсы электронные площадки. Ну и мы понимаем, что такое-то. Он может быть не состояться, и потом мы можем перенести. Это уже не первый раз это было у нас. Нет, конкурс состоится. Состоится ли конкурс вовремя, или благоустроители наступят на те же старые грабли, мы увидим в июне. А пока комиссия отправляется на еще один проблемный участок, улица 30 лет Победы, напомним, ремонт там начали еще в июне прошлого года, но дорогу до сих пор не приняли. Здесь есть вопросы к покрытию, к верхнему слою покрытия. То есть оно будет фрезероваться, будет заменено. Здесь заменено будет? Да, будет заменено. И когда это планируется? То есть закроют опять? Ну, насчет закрытия нет, просто будут локально перекрывать. Ну, у подрядчика входило, как бы, в проект, что они должны провести озеленение? Да, входит. Вопросы благоустройства и озеленения особенно волновали депутата этого округа Веру Поморцеву. Раньше здесь было достаточно зелена. Всю зелень снесли, посадили, опять же, там, две тычинки на сегодня, по-другому не назовешь. Вот если вы пройдете, посмотрите, что там, что здесь, да, сегодня вот с точки зрения даже того, как живут жители, они же дышат вот этим всем, да. По результатам вот весеннего осмотра, те саженцы, которые не проросли или умерли там за зимний период, подрядчик их обязан по гарантийным обязательствам пересадить. Здесь их просто недостаточно для такой дороги, недостаточно, понимаете? А все-таки качество благоустройства на 30 лет победы явно хромает. Депутат Михаил Кузвесов обратил внимание на то, что дорожные ограждения расположены крайне неудобно и нелогично. Возле этих домов не поставлено ограждение к подъезду, подъезд, подхода. К тому дому ограждение поставлено, то есть там особенный дом, видимо, к нему особенно нельзя подъезжать. Просто ставить ограждение просто так никто не будет, то есть это есть требование нормативной документации, в которой прописаны критерии, где оно должно быть установлено, а где не должно быть установлено. Мы закрылись дежурными фразами и с НИПами и ГОСТами, а на людей нам по большому счету наплевать. Если честно, нельзя было сделать гостевые парковки? Как люди-то должны там получать, еще раз говорю, ни скорой не подъехать. Этот рейд оставил пищу для размышлений. Березняковским благоустроителям жители микрорайона надеются, что в администрации прислушаются к предложениям депутатов. Кстати, подобные рейды будут проводиться регулярно. Евгения Кокшарова, Сергей Каленик. Новости на ТНТ.